Продолжение следует... Потому что таких изумительных видео, как на моём канале, вряд ли вы где-то ещё найдёте. И полезные они, и приятные, и замечательные. Да, о чём это я? А! Наверное, вы думаете, чем это я занимаюсь? Может быть, я сошёл с ума? Ну, не знаю. Может, сошёл, может, не сошёл. Ну, учитывая, что всё это субъективно, если один человек сошёл с ума по мнению другого человека, то если взять наоборот, то уже тот другой человек будет сошедший с ума по мнению этого человека. Ну, а сегодня у нас тема не философия. Ах, да. Зачем я это делаю? А делаю я это всё вот зачем. Есть у меня 2,5 литра замечательного спирта-сырца, то есть самогона первой перегонки 48-процентного. И вот делаем очередной эксперимент. То есть вкусненькую апельсиновую водочку. И что нам для этого надо? Спирт, который у нас есть. Конечно же, было бы гораздо лучше взять спирт второй перегонки. Но не хочу я очень сильно заморачиваться и возьму спирт-сырец после первой перегонки. Возьму апельсиновые шкурки, которые мы ною заготавливались на протяжении некоторого времени. То есть поедая апельсины, я вот собирал шкурочки, сушил и складывал в кулёчек. Вот эти у меня уже сухие совсем, эти подсыхают. А вот с этими я сейчас работаю. То есть все эти шкурочки я брошу в баночку. Но перед тем, как их бросить, с них надо срезать вот эту белую хрень. Поскольку нам нужна апельсиновая цедра. А апельсиновая цедра это не то, что вы думаете. Ну или то, что я думал всё своё детство, что апельсиновая цедра это вот это. Нет, апельсиновая цедра это вот это. А вот эта белая хрень, она будет только горечь давать и никакой радости. А весь вкус и аромат будет давать только вот это. Поэтому вот я таким вот образом срезаю эту белую хрень, совершенно мне ненужную. Для получения большего эффекта, вкуса, красоты и удовольствия. И когда я закончу, увидите, что будет Ду делать дальше. Выйдет нечистая сила, залишится чистый спирт. Хорошая колбаса. О, да. Извините, прям продолжает. Как вы вспомните. Сейчас. Тут съёмку начали, не волнуйся, она загустит. Так вот. Есть у меня 2,5 литра прекрасного самогона первой выгонки. 48% спирта и апельсиновая цедра. Вот у меня полностью высушенная. Здесь её... Ну, я уже не помню. Ну, наверное, где-то из двух апельсинчиков. И мы её так берём сюда. Херак! Всю так херак! В баночку. И радуемся жизни. Потом берём апельсиновую цедру. Тоже, наверное, из двух-трёх апельсинов, не помню. Тоже её сюда. Которая сохла-сохла, недосохла. Херак! В банку. И вот последняя порция, которую я только что почистил. Здесь я ещё помню. Здесь было 2 апельсина прекраснейших, египетских. Тоже сюда. В общем, всё это мы сюда захеракнули. То есть, где-то... Точно не знаю. Но, очевидно, где-то 6-8 апельсинов было. Цедра из 6-8 апельсинов. Закинули в эту баночку. Сколько надо, не знаю. Компания, производящая оригинальный рекёр Triple Sec, свой секрет не выдаёт. Сколько она херачит апельсинов в спирт. Точнее, цедры в спирт. Поэтому я вот насобирал. Больше у меня уже терпения ждать нет. Хочется выпить апельсинового напитка. Поэтому я вот сюда вот это всё накидал. Оставлю как минимум на сутки. А там как пойдёт. Если мне не захочется выгонять завтра, значит, постоит дольше. Ну и, как придёт желание гнать, делать вкусненький напиток, я к вам вернусь. И вы это всё увидите. Апельсинчик, апельсинчик, дорогой мой мандаринчик. Вот пришёл звёздный час. Настоялся мой апельсинчик. Стоял он у меня вот так вот, апельсинчик этот, в водочке или водочка в апельсинчике, 48%-й. Даже не знаю сколько. Несколько дней. Как-то руки не доходили, были другие интересы. Ну, думаю, от этого хуже не стало. И вот пора делать вторую перегонку спирта-сырца, которая будет являться первой, и, думаю, последней перегонкой этих апельсиновых цедр. Ну, что ж, я это всё разбавлю до 25-30% спирта по приколу, залью в самогонный аппарат и буду перегонять. А потом покажу вам, что с этого получилось. Уважаемые мои любители, выпить. А я пока вот бурбончику моего любимого выпью. Ну, в общем, смотрите видео дальше и увидите всё, что произошло. Вот, дорогие мои, получился у меня чистейший, прекраснейший продукт. Литр 300. Пахнет апельсином. Так что можно аж охренеть. Ну, вкусно, невкусно, не знаю. Вот, разведу до градусов 40, наверное, для начала. Потому что здесь у меня 68, вот, если вам видно. Вот, вот тут циферки, вот. Видите? Вот 70-68. Вот у меня 68% спирта в объёме 1300 мл тела. Вот разведу я это всё до процентов 40. Водичкой вкусненькой, свеженькой. Постоит денёк-другой и буду дегустировать. А вы посмотрите и, надеюсь, позавидуете. Потому что есть у меня такая надежда, что получится очень вкусненький продукт. Ну, в общем, посмотрим. Так что переходим к следующему сюжету, где я начинаю дегустацию. Здравствуйте, мои дорогие любители выпить и уважаемые и интересующиеся. Наверное, вы уже соскучились. Но я не виноват. Проходили в прекрасном городе Житомире прекрасные соревнования по спидкубингу. Если вы не знаете, что это такое, зайдите на моём канале в раздел спидкубинг и узнаете. Так вот, там было очень много детей, поэтому пить нельзя было. Пришлось сделать в этом деле перерыв. И теперь я возвращаюсь и провожу дегустацию прекраснейшей, надеюсь, апельсиновой водки, которая простояла это время, пока меня не было, ассимилировалась. И теперь мы сможем, точнее я смогу, оценить полный букет этого изумительного напитка. Ну, в случае необходимости закуски у меня будет лепёшка. Благодаря крымским татарам сделанная, потому что они дали рецепт, за что им большое спасибо и уважение. А теперь попробуем. Может быть, вы удивлены, почему у меня две ёмкости. А вот почему. Потому что в одной ёмкости, вот в этой прекраснейшей бутылочке, у меня моя апельсиновая водочка. Вот я её налью, наверное, вот сюда. Просто апельсиновая водочка. Но пить это всё надо со льдом. Я уже понюхал и думаю, что надо со льдом. А здесь у меня апельсиновая водочка, в которую я добавил, в которую я добавил что-то сладкое. Что ж я сладкое добавил? Что ж я добавил сладкое? Вспомнил я, что добавил. Добавил я сюда глюкозу. Ну, если захотите сделать то же самое, можете добавить не глюкозу, а добавить сахар, но в два раза меньше, чем я глюкозы, поскольку глюкоза, она, то есть сахар в два раза слаще глюкозы, добавлял я из расчёта 6 чайных ложек полненьких на пол-литра. Так что, если это будет сахар, будет 3, для того, чтобы достичь того же эффекта. Да, что-то я затрыделся тут с вами, а хочется попробовать. Наверное, начнём с оригинала, не сладкого, вот этого. Запах, скажу я вам, прям как в апельсиновых садах. Понюхаем это. Запах такой же. Напомню, добавлял я не сироп, а просто глюкозы насыпал. Так вот, попробуем оригинал без глюкозы. Мммм, попробую ещё. Изумительно. Прохладненькое. Развёл я это всё дело до 40% спирта. Прохладненькое, лёдик чуть-чуть подтаял, а на улице уже тепло. Средина мая, было сегодня почти 30 градусов, и это прекрасно. Ну что ж, результатом я доволен. По 12-ти бальной шкале на 12. Попробуем сладенькое. Ммм, для любителей сладкого. Это прекрасно. Сидите вы на балконе, где-нибудь на Критской горе, смотрите на море и хлеблите. И это изумительно. Остановиться нельзя. Что в первом случае, что во втором. Кто любит сладкое, пейте и отсюда. А кто любит не сладкое, слегка обжигающее, пейте отсюда. Изумительно. Прекрасная лепошечка. Крымско-татарская. Это прекрасно. В общем, пора делать выводы. Мне понравилось. Это позвенственная идея у ликера трипл сет. Хотя брал я не какой-то там спирт, как они, а спирт-сирец после первой перегонки-самогонки для упрощения дела. Перегнал это все, как вы помните. После того, как настоялось и получил изумительный напиток. Чего и вам желанию. Кто любит апельсинчики, пробуйте, экспериментируйте. Но я очень доволен и счастлив. Чего и вам желаю. Кто не подписался, дорогие мои любители выпить, а также интересующиеся, обязательно подписывайтесь на канал. поскольку одно из следующих видей видео. Да, долгий перерыв не питья сказывается. Так вот, одно из следующих видео ближайших, может быть, даже следующее. Я планирую снять по своему собственному рецепту, который у меня возник в голове, когда я был на соревнованиях. Так вот, это будет, поскольку лето приближается, апельсиновый лимонад 18+. Ждите это видео, подписывайтесь, звените в колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. в общем, всем пока! Субтитры